Окончание весенней посевной кампании – знаковое событие в Ульяновской области. Ведь регион играет важную роль в обеспечении продуктами всех уголков страны. Презентовали на дне поля свою продукцию хозяйства районов области. Оценил ее и глава региона. Прошлый год 300 тысяч долларов собрали. Поэтому это, конечно, в этом плане большой успех. Получается 15% от ДМК. Это и Маликевский район. Лучших производителей Ульяновской области торжественно наградили. Поэтому у нас в обработке традиционной для нашего хозяйства культуры подсолнечник, ячмень, озимая пшеница. В этом году серьезно расширили под яровой пшеницей площадью много-немного – 1400 гектаров. Не оставили без внимания и начинающих фермеров. Гранты на развитие хозяйства вручили победителям конкурсного отбора «Агростартап». Например, владелица молочного производства из Теренгульского района Лилия Зиновьева теперь сможет расширить хозяйство. У меня еще маленькое поголовье. Вот я хотела расшириться и пошла на кран. Потому что своими силами очень тяжело. Это очень затрагано. Участниками выставки стали дилеры сельхозтехники и оборудование. Поставщики средств защиты растений, семян и другие компании и предприятия – Ульяновской, Новгородской, Воронежской, Рязанской и Московской областей. Например, тракторы и комбайны делают из отечественных комплектующих. Поэтому они имеют ключевое значение в производстве продуктов. Это, пожалуй, единственная техника, которая сегодня не уменьшается в размерах в связи с ситуацией текущей, а увеличивает свое производство. И это то, что кормит сегодня нашу страну, по сути дела. Вот это за моей спиной большие красные машины. Они кормят Россию и обеспечивают продовольственную безопасность. В рамках деловой программы провели штаб, где подвели итоги посевной кампании и подписали новые соглашения по сотрудничеству. В целом, отмечу, что наша стратегическая задача на 2023 год была – это увеличить зерновые и зеробобовые культуры, сахарную свеклу. В связи с тем, что у нас сахарный завод, соответственно, в Целинском районе, и очень важно обеспечить его сырьем. Конечно, очень важно было сохранить площади под овощами и картофелем. Ну и как один из, наверное, таких посылов было – это сократить площади под семечкой, то есть под подсолнечником. Все задачи были выполнены. Для горожан и других гостей мероприятия работала развлекательная программа дегустации, концерты, контактный зоопарк. Юлия Руднева, Герман Баранов, Уллправдутова.